Обратите внимание, вертолетная площадка, которая спускает лифтом непосредственно больного, либо в реанимацию, либо в операционную. Я могу сказать, что даже на этаже вертолетной площадки есть уже противошоковая палата. И это далеко не все для городской отрасли здравоохранения новации, который готов предложить травмохирургический центр. Новый комплекс – это четыре здания, в двух из них уже ведутся отделочные работы. Все системы подведены. Хирургическое отделение в Сочи есть, рассказывает главный врач 4-й больницы. Оно работает на базе 2-й городской, но уже давно перестало соответствовать современным требованиям. Сейчас мы располагаемся на 17 тысячах квадратных метров. Здесь 300 коек, а площадь у нас 44 тысячи и пять десяток квадратных метров. Это новая санпина. И делали это по максимальным санпинам. 14 операционных, оснащенных по последнему слову техники. Впервые в Сочи появится свой ангиограф. Устройство позволяет определить место и степень патологии сосудов, а значит выявить риск развития инфарктов и инсультов. Во всем крае такие процедуры проводили только в Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Теперь и Сочи получат статус кардиологического и сосудистого центра. Всего же городские учреждения курорта за последние годы получили около 100 единиц современного диагностического и лечебного оборудования на сумму 203 миллиона рублей. Вздравоохранение до 2008 года назвать нормальным в городе Сочи было невозможно. Необходимо было предусмотреть все для того, чтобы оказывать качественные медицинские услуги. И поэтому по краевой целевой программе были намечены мероприятия, которые позволили уже на сегодняшний день увеличить на 920 койкомест наши больницы. Еще один хирургический корпус строится в Адлере на базе 6-й больницы. Его откроют уже в третьем квартале. Уже два года работает новая инфекционная больница в Дагомысе. Успешно функционирует поликлиника в Веселом и современная клиника в Красной Поляне. Все новые объекты здравоохранения строятся в рамках краевой целевой программы по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева. Практически те застаревшие проблемы, которые накапливались десятилетиями, мы разрешали и разрешаем в этот 4-5-летний период. Помимо этого сейчас по всей стране идет колоссальная программа здравоохранения, модернизации здравоохранения. И в рамках только этой программы мы в прошлом году за два года получили более миллиарда 300 миллионов рублей. Благодаря олимпийской программе в Сочи удалось отремонтировать и переоснастить 22 уже существующих лечебных учреждения города. Больницы и поликлиники переходят на электронную систему записи и наблюдения за пациентами. Решается и вопрос привлечения кадров. Во-первых, за счет обеспечения врачей жильем. Только в этом году у квартиры получили 39 медиков. Во-вторых, зарплаты врачей растут. Уже к 1 сентября за счет губернаторских надбавок медики будут получать в среднем 32 тысячи рублей. Кстати, что касается нового травмохирургического комплекса, там вопрос кадров решен. Уже сегодня сосудистые хирурги проходят стажировку в Краевой клинической больнице имени Очиповского в Краснодаре.